Сезон 2002-2003 Криштиану Роналду только-только выпустился из Академии Спортинга и уже дебютирует на профессиональном уровне. Играет в 25 матчах чемпионата Португалии, 11 в старте, забивает три гола и отдает три голевых передачи. Теперь его имя знают во всех ведущих топ-клубах, многие из которых активно интересуются Криштиану. Но по разным причинам все сделки срываются. Талант Роналду не вызывает вопросов, но не все клубы считают, что в 18 он уже готов к игре в топ-чемпионате. Такой уверенности нет и у Манчестер Юнайтед. Когда Карлуш Кейруш пришел к нам летом 2002-го, он сказал, что в спортинге есть молодой парень, за которым нужно следить. «За каким именно?» – спросил я. Там их было два или три. Он сказал, что его звали Роналду. Мы знали о нем все. Мы начали говорить о Роналду со спортингом. Они сказали, что хотели бы удержать его у себя еще на два года. Я предложил договор, по которому они бы сохранили игрока на этот период до того, как мы заберем его в Англию. Одна из договоренностей между Манчестером и спортингом – участие в запуске новой арены португальского клуба. К лету 2003-го стадион Жозе Алвалады был достроен, и матч открытия назначили на период предсезонной подготовки. Наступает август. Измученный турне в США МЮ приезжает на обещанный товарняк со спортингом. Начинается матч, который обрастет легендами. Якобы Роналду так отвозил Джона Оу Ши, что тому в перерыве понадобилась кислородная маска. Давайте посмотрим, что же там происходило на самом деле. И разберем ключевые детали. Главный прием Роналду в том матче – скоростной дриблинг с уходом в центр. Именно таким был одно из первых запоминающихся действий Роналду в игре. Португалец принимает мяч в широкой позиции на левом фланге, находясь в ситуации один в один с Оши. Ирландец отступает и дает Криштиану двигаться вперед. Португалец смечается по диагонали в центр, отдает пас на партнера и открывается за спину Фердинанда. Игрок спортинга Пинту попытался выполнить разрезающий пас, но Рио его перехватывает. К середине первого тайма Криштиану в первый раз угрожает воротам. Пространство для удара он создает в себе как раз благодаря смещению с фланга в центр. Рон получает мяч на самой бровке, обыгрывает Сульшера, который играет на правом фланге атаки МЮ, и хлестко бьет по воротам. Удар сильный, но по центру. Бортес его отбивает. Через несколько минут Криштиану показывает, что может доставить проблемы и вверху. После подачи с правого фланга он перепрыгивает о шее Сильвестра, бьет головой, но не слишком опасно. В начале второго тайма у Роналду первый реальный шанс на голевое действие. Получает мяч на фланге, уходит в центр и отдает назад. Через несколько секунд получает мяч обратно, уже внутри штрафной, но атака гаснет. Главная причина неудачи — плохое решение. Если бы Криштиану сразу поднял голову, он увидел бы, что Силва находится в полном одиночестве перед пустыми воротами. Вместо этого Роналду захотел обыграть Бортеса, зачем-то убрал мяч влево и только в конце попытался вырезать передачу на партнера, но сделать это было уже очень сложно. Криштиану элементарно не хватило рассудительности и умения принимать решение с холодной головой. Второй реальный шанс Криштиану получает благодаря разнообразному движению без мяча. Открывается не только в недодачу, но и вперед. После неудачной попытки принять мяч с уходом, Роналду решает использовать пространство за спиной защитников Манчестера. Благодаря этому движению Роналду получает возможность войти в штрафную и даже пробить. Однако заключительное действие в его исполнении вновь неоптимальное. Криштиану бьет на силу, прямо в Бортеса. Роналду традиционно наиболее опасен именно в быстрых атаках, и Юнайтед в этом матче периодически дает ему такие возможности. Первая серия по-настоящему ярких и полезных действий случается ими во время быстрого выпада спортинга. Сначала Криштиану отбирает, оттеснив от мяча Никибата. После этого за счет красивого переступа обыгрывает Джемба-Джемба и тащит мяч вперед. Уже на чужой половине поля Роналду принимает правильное решение, отдавая пас в центр. Но Силва зачем-то пытается вернуть мяч Криштиану и портит атаку. Этот эпизод становится для Роналду одним из лучших в матче. Отбор, обыгрыш и точный пас вперед. В нем было все. В этом эпизоде спортинг обороняется позиционно, а Роналду находится на позиции левого полузащитника. Португальцы перехватывают мяч в центре поля и сразу доставляют его Криштиану. Он может вообще не осматриваться по сторонам, ситуация позволяет самостоятельно тащить мяч вперед. Вместо этого Криштиану отдает пас на ход Джорджа, который подключается к атаке по левому флангу. Затем Роналду видит свободную зону за спиной Фердинанда и открывается туда, однако Джорджа разворачивает атаку назад. Еще один быстрый переход из обороны в атаку от спортинга. На этот раз Криштиану действует в более привычной манере. Тащит мяч вперед на полной скорости. Изначально кажется, что он остается один в один с Рио Фердинандом, но игроки МЮ во главе с Полом Скоулзом оперативно возвращаются назад и помогают защитнику. Закончить атаку быстро не получается, но Роналду все равно находит хороший вариант для ее продолжения. Убирает мяч под правую и отдает точную передачу на партнера. Для соперников, которые его совсем не знали, Роналду был абсолютно непредсказуем. Разные финты, уход в обе стороны, навесы и удары, игра в одно касание и желание брать ответственность на себя. Оружие Криштиану уже тогда было разнообразным. Эпизод из первого тайма. Роналду получает мяч на левом фланге, обыгрывает Сульшера, делает несколько быстрых переступов и подает с левой ноги. Несколько раз по ходу игры при получении передачи Криштиану пытается первым касанием поднять мяч в воздух и таким образом перекинуть его через голову соперника. Джонуши блокирует португальца, судья фиксирует нарушение. Роналду уже тогда умел круто исполнять кракету. Еще до того, как Иньеста сделал ее фирменным приемом. Помимо ярких индивидуальных действий, Криштиану неплохо взаимодействуют с партнером по флангу. Левым защитником Жоржи. Именно после их перепасовки Спортинг открывает счет. Жоржи получает мяч на бровке, а Роналду, чтобы не находиться с ним на одной линии, смещается в полуфланг. Там он получает мяч, разворачивается вокруг своей оси, а Жоржи в это время успевает открыться вперед. Роналду видит рывок партнера и отдает точный пас на ход. Жоржи получает мяч и выполняет передачу в штрафную, после которой Филиппе выводит Спортинг вперед. Одно из последних противостояний Роналду и уже абсолютно изможденного уши. Сначала Криштиану первым успевает к мячу, выиграв борьбу за подбор, а затем выманивает ирландца на себя и легко отрывается, сыграв стенку с партнером. В этот момент разница в скорости и свежести уже чересчур большая, уж и не успевает за движениями молодого португальца. Много лет спустя Джон расскажет, почему выглядел так неубедительно. Мы прилетели с тура по Америке прямо в Лиссабон с тяжелым джетлагом. Обычно игроки хотят участвовать в матче, но в этот раз все очень плохо спали перед игрой, просыпаясь в 2, 3 или 4 часа ночи и не могли заснуть. Мы были не в самых лучших кондициях для того, чтобы играть. Когда босс объявил стартовый состав, некоторые ребята, оставшиеся на скамейке, радовались. В начале второго тайма бедного уши меняет молодой дублер Линч, и ему тоже достается. Португалец получает мяч в почти что безвыходной ситуации на фланге, однако за счет эффектного приема умудряется обыграть соперника, которому приходится фалить. После подачи со штрафного Спортинг забивает. В середине второго тайма Роналду переходит на правый фланг. Здесь он был чуть более ограничен. Ходит только под правую ногу и пытается подавать штрафную. Чаще теряет мяч. Несмотря на это, он активно участвует и в третьем голе Спортинга. Получает пас, делает быстрый переступ, уходит вправо и делает прицельный навес. Но партнер не подстраивается под мяч. Защитники МЮ выбивают в аут, после вброса которого Криштиану снова с мячом. Правда, на этот раз он зажат на бровке, его атакуют сразу два игрока Юнайтед. Он вновь выпутывается за счет нестандартного приема и скидывает на партнера. После передачи в штрафную португальцы доводят счет до разгромного. 3-0. На протяжении всего матча Роналду очень неплохо отрабатывает в обороне. Он не всегда на правильной позиции. Иногда находится чересчур широко и высоко, однако смело идет в единоборство и совершает большое количество отборов и перехватов. Неплохой пример игры без мяча – эпизод в конце первого тайма. Здесь Криштиану изначально занимает чересчур широкую позицию. В идеале в компактных 4-4-2 Фернандо Сантуша он должен располагаться уже и перекрывать линию паса на Нике Бата. Джимба Джимба все-таки отдал на Бата, но тот плохо принял мяч, который отскочил как раз в сторону Роналду. Здесь Криштиану уже на полную включился в эпизод за счет преимущества физики. Да-да, 18 лет. Обогнал Нике и выиграл борьбу за мяч. Бата за первый тайм настрадался от Роналду чуть ли не больше, чем Оши. Спортинг вновь обороняется позиционно. Криштиану находится на левом фланге. Мяч отскакивает в сторону Бата и Роналду. Криштиану жестко идет в единоборство и выигрывает его. Даже при 3-0 на табло Роналду не халтурит. Давид Бельон обыгрывает правого защитника спортинга, но Роналду делает рывок назад, успевая подстраховать партнера и заблокировать навес в подкате. В целом Роналду проводит матч на очень высоком уровне, но с периодическими ошибками и неправильными решениями. Партнер Роналду получает мяч ближе к левому флангу, а сам он просит обратную передачу, находясь в центральной зоне. Одновременно с этим Роналду оценивает происходящее вокруг себя. Получив мяч, Рон на полной скорости бежит вперед с опущенной головой, однако не имеет готового решения. Это типичная ошибка молодого игрока, который бежит быстрее, чем мяч. Только в последний момент, когда перед ним уже располагается вся защитная линия соперника, он пытается затормозить и сохранить мяч. Криштиану делает передачу направо, однако его партнер даже не открывается на ход. Бартес спокойно заберет мяч в руки. Всю игру Роналду врезается в соперника после ярких финтов. Поначалу судья свистит фолы, но ближе к концу матча ситуация меняется. Свой единственный гол в матче Юнайтед забивает в контратаке, которая начинается именно с потери Роналду. Криштиану пытается перекинуть мяч через соперника, который блокирует португальца, однако судья не свистит. Этот матч не стал единственной причиной, по которой Юнайтед решил приобрести Роналду. Но его выступление определенно добавило манкунианцам уверенности относительно текущего уровня Криштиану. Переговоры о переходе Роналду начались сразу после игры. Рио Фердинанд рассказывал, что из-за этого автобус МЮ в течение долгого времени не уезжал со стадиона. Рио, Скоулс и Батт говорили Фергюсону, что нужно подписать молодого португальца, даже не подозревая, что сделка уже почти оформлена. Сэр Алекс сказал лидерам команды, что руководство уже занимается трансфером португальца. Через шесть дней Юнайтед объявил о приобретении Роналду за 12 миллионов фунтов стерлингов. Это сделало его самым дорогим кинейджером в истории английского футбола. А какие трюки Роналду пробовали вы? Переступы? Перебросы мяча через соперника? Помогал ли вам мощный выдох перед штрафным? Делитесь своими удачами и неудачами из дворового и любительского футбола в комментариях. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал СпортсДок. СпортсДокс. Продолжение следует...